всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня как я обещала же вам как моя мама готовит вот кусочек говядины который я купила в магазине карусель прошлую мою закупку и мама будет готовить она это называет блюдо а зуб по-домашнему сюда входит говядина но я сейчас ее обделаю значит лук морковка еще картошечка огурцы огурцы у нас в данном случае маринованные но можно и соленые вот ну и плюс еще томат паста и овощи там это уже по ходу делать сейчас будем вот у нас тут осталось всего три огурчика баночки сейчас вы будет еще нарежу и положу отдельно на сковородочку будем его припускать но как бы варить немножечко потихонечку я его нарезаю кто как делает кто кубиками кто это я его нарезаю вот такими пластиночками не пластиночками даже стружечка как ну вот я нарезала нужно немножко водички вот и теперь поставлю на огонь замедленный медленный и она будет вариться если по простому в принципе она где-то полчаса но я делаю это когда мясо готово уже перед тем как закладывать все в горшочек по настоящему азу его надо было отварить там это все но я делаю по-домашнему я мясо все обжариваю потом все складываем в горшочек заливаю соусом и в духовку то есть у меня получается полу готовый продукт огурцы они обычно всегда их сделают припускают для того чтобы они как бы мягкие мягкие были не жесткие и вообще вот огурцы они сами по себе вот этот рассол он не дает развариваться продукту тут если например там в расторник или куда-то там положить огурцы вместе с мясом с картошкой то они будут жесткие теперь значит будем мясом мясо тут помыла буду отделять всякие жилочки у меня там желающие сидят уже вот желающие вот буду вот эти все пленочки жирочки буду откладывать собакам а кусочки мяса буду его порежу и положу обжаривать жарить их в сковородочке вот я почистила мясо вот оставлю вот эти всякие жилочки теперь буду нарезать нарезать такими пластиночками все небольшими кусочками чтобы было удобно под новинку и на ложечку и все нарезаем произвольно как нарезается а потом кидаем на сковородочку порезала мясо с такими кусочками теперь будем обжаривать я его мясо не соли я только поперчу его потому что не выделялся сок она была попасть и потом солить как его у меня соленые огурцы поэтому я буду добавляю стройку это продолжается будет почти готово как она обжарится потом на медленные огонь и он будет доходить до полу готовности я буду резать жарить морковку смеси обжарить когда она уже обжарится я туда добавлю картошку настоящая азу делается или с картошкой или без картошки но как если с картошки то там кладется как бы почти половина сколько мяса столько же и картошки кладется вот но я добавляю картошку для вкуса потому что просто чисто для вкуса не для того что это домашняя как базу делается у нас отдельно от гарнира а гарнир это уже мы делаем кто кто хочет то картошку что гречи картошку кстати я потом тоже ее буду обжарить вместе с мучком и все это я делаю до полу готовности а потом уже мы будем складывать и я уже буду соус делать вот я пожарю морковь морковку вместе с луком морковка натерла на терочке а лук поскольку маленькие я делаю полукольцами вот она мне обжаривается вот у меня припускается это самое огурцы вот а здесь у меня мясо жарит вот она у меня дала водичку вернее сок выделила я ему вылила вот сюда в горшочек это у нас такая супница было раньше был горшочек да и он у нас треснул и мы с мамой решили использовать эту супницу так как мы не пользуемся и по прямому назначению мы не используем как очень для тушения до духовку этими нелетными кубиками картошку я ее тоже не буду обжаривать но обжаривать наверно я буду с муком вот здесь я сюда прямо делаю такую поджарку ну так все будет обжариваться как бы все до полу готовности мясо наше будет вариться вот у меня обжарилось мясо до полу готовности вот у меня картошечка слегка обжарилась она маленькая поэтому она дойдет тоже выключаю огурцы у меня все еще находит вот я теперь вот этот соус он вкусный я никогда не выливаю его вот это все перемешаю сейчас я буду готовить соус делается обыкновенно с мучкой берем масло у меня в этот раз маргарин берем две столовые ложки и все это мукой обжариваем как обыкновенно делается вот она вот такая вот стала немножко коричневатая все время ее надо и потихонечку добавляем еще время мешать 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 немножко воды мешать мешать конечно вот этих комочков надо разбивать и потом уже так вот все равно потом получается через хит это самое пропускаем чтобы не было комочков а это на глаз она может это даже как мука на какая там бывает так потихонечку надо какой хочешь густой или это самое она же потом за это сам запустевает снова добавил если молочным нужно молоко добавляет там или сметана там зависимости это как это как бы основа соуса получается мука разбиваем на маленьком огне совсем на маленьком ингрэктор я не можно обработанных участке но секунду на самом деле там она добавит там томаты получаешь красный соус можно на рыбном бульоне на курином на любом на водичке на мелочи у меня значит соус делается там остались еще маленькие комочки по идее их нужно было процедить но они маленькие такие я принципе дома не процедула так если но это не совсем маленький вот прибавила немножко 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 проварить немножко загустеть но я все время мешаю мешаю так вот добавляем огурцы сюда вся водичка выпарилась огурчики они такие совсем мягенькие стали опять продолжаем мешать и уже вот такой красивый проваривать еще раз будет делать ведь она уже такой загустеватый получается чуть-чуть бульк сделается потом значит добавлю попробуем все этот кислот вся соль вот это выйдет в соус попробуем что еще добавить туда сейчас томат добавим ложечку чайную посмотрим помешать ведь она уже бульк делает такие бульк будет сильно не любит соус когда он кипит вы любите он какой-то густой таким крестером можно вот уже раз был кстати опять убавляю я попробую сейчас еще добавлю покраснею еще ложечку добавлю немножко добавляю если тут попадется вот эти вот тут острики соль appreciен мясо поперчено пересмены добавлять и так вот побольше сейчас она побулькать и уже будем заливать в Вот у нас вот он булькает, вот он уже такой густенький, вот все выключаем, вот этим мы сейчас будем заливать мясо, вот видите тут у нас получились маленькие, комочки маленькие, комочки маленькие, теперь перемешать, теперь перемешаем, вот так вот, если пока, если вот там у нас вот как раз мяско, соус вот этот, который был от мяса, вот он как раз с этим перемешается, вот так вот, вот, так, а если пока что, что мало соуса? Вот, если мало соуса, можно добавить, вот от огурцов добавить, можно просто водичку добавить, вот, вот так, вот сейчас мы положим туда лавровый лист, все, больше ничего не добавляю, вот, это еще вот так вот, еще можно делать почки по-русски, вкусно, вот, накрываем крышкой, и вот у меня духовка сейчас разогреется, я прямо сейчас так вот ставлю-ка на разогревающуюся духовку, вот, то есть она там стоит, потом, сейчас она наберет температуру, она пропипикает, я поставлю на 1 час. 180 градусов? 180 градусов на 1 час и все. А надо помешивать? Нет, нет, в конце можно помешивать, там крышка накрыта, она не обветривается особо, там можно за полчаса, там за полчаса, там, посмотреть, заглядывать, если вы, если немножко там испарилась, можно добавить, в общем, все равно поглядывать надо, конечно. И вот такая вкуснятина у нас получается, тушилась это час у мамы, и в самый конец, когда она уже закончила тушиться в духовке, мама добавила сюда 3 зубчика мелко нарезанного чеснока, но кто любит побольше чеснок, тот, конечно, может добавить больше чесночка, то есть вот такая вот прям вкуснятина, вкуснятина получается, и вот так вот это выглядит все. Очень аппетитно, очень вкусный аромат стоит по всему дому, так что всем, кто кушает, приятного аппетита и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok